Девушки отдыхают Спасибо за помощь Должен признать, она была не в лучшем состоянии Это вполне естественно Тебе действительно пришлось тяжело Да, я знаю, что легче сказать, чем сделать Но тебе нужно смотреть в будущее Жизнь продолжается Мне бы ужасно не хотелось потерять такого талантливого сотрудника Так что добро пожаловать обратно Примемся за дело и заработаем немного денежек За работу Мистер Гринберг, у меня к вам небольшой разговор У меня сейчас назначена встреча, Райт Ты ведь знаешь по поводу сметы от United Bank Trust Там намечается большая сделка Я не задержу вас надолго Хорошо, а в чем дело? У меня пара деловых вопросов Давай же Что касается концепции компании Я не совсем в курсе дела Не могли бы вы вкратце ввести меня в курс дела? Особенно интересует, как идет последняя компания Да, с удовольствием Компания пока что находится в первой стадии Билл и Брайан последнюю неделю занимались в основном дизайном новых слоганов Да, могу обрадовать Один из твоих слоганов включен в проект Да, это здорово Вы уже начали тестирование? В данный момент идет тест на некоторых экранах, пригородах И мы начинаем собирать отзывы нашей целевой группы Результаты радуют У нас очень много отзывов И что говорят в отделе связи? Ну ты же знаешь, как работают ребята из отдела связи Они механически просматривают все анкеты Вопрос за вопросом Они постоянно уточняют что-то Запрашивают подтверждения И пишут глупые служебные записки о дальнейшей стратегии действий Да, я немного ознакомился с этим перед Перед моим небольшим отпуском Кажется, для них это очень важно Я полагаю, что это самое важное голосование со времен закона о ручном письме Вы обещали отделу связи, что этот проект пройдет? Конечно У тебя сомнения, Райт? Ну, дело просто в том, что не получится рекламировать важное политическое голосование Так же, скажем, как шоколадный батончик Это ты так думаешь? Я считаю, политические кампании должны проводиться точно так же, как рекламные кампании шоколадных батончиков Через воздействие на эмоции Съешь шокошок, и девушки начнут бросаться тебе на шею Принимай тонус-3, и девушки начнут бросаться тебе на шею Пей ультралегкое диетическое пиво Корона, и ты увидишь Как женщины начнут бросаться вам на шею? Именно! Потому что я пью пиво? Не потому что ты пьешь пиво, Райт Девушки бросаются тебе на шею, даже несмотря на то, что ты пьешь пиво Потому что ты при этом остаешься в форме и не спиваешься Потому что это корона Чистое удовольствие без сожалений Успех через потребление Это наш девиз Окей И какое это отношение имеет к нашей кампании? Наша кампания, Райт, нацелена на самую важную эмоцию Беспокойство А у нас есть продукт, который называется Безопасность И наши клиенты не те, кто страдают избыточным весом Не одинокие, не молодые, не старые А те, кому есть чего бояться Все мы о чем-то тревожимся Всем нам нужна безопасность И мы ее купим И стоит это нам будет всего-то поставить крестик на одном из терминалов Звучит великолепно Еще бы Ты же знаешь, что благодаря этому отрывку мы получили финансирование Жаль, меня там не было Так что же, наша кампания должна привести к повышению уровня тревоги Но на последнем собрании говорилось, что мы должны создать теплую, дружескую атмосферу Вроде той, что мы сделали для Лунар-5 Мы немного изменили концепцию, Райт Это удобный случай Нам нужно было действовать Удобный случай? Да, конечно Люди напуганы Они не чувствуют себя в безопасности Взрывы только усугубляют их ощущения Что может быть лучше? А эта эффектная авиакатастрофа дает нам очередной то... Ой! О, прости Прости, Райт Я... Я смотрел на это с профессиональной стороны и забыл про человеческие чувства Ничего страшного Нет, Райт, правда Мне очень неловко Прости, мне жаль Конечно, для нас это большая неудача Что твоя семья... Ну... Что они... В общем, я сказал совсем не то, что хотел сказать Правда Все нормально Мы все профессионалы Вы знаете У меня плохое предчувствие по поводу этой компании Плохое предчувствие? Что ты имеешь в виду? Ты боишься террористов? О, Лада, тебе Райт Не надо тревожиться по этому поводу Серия взрывов закончится так же быстро, как летний ливень Мы не должны поддаваться этим ребятам Это не то, что я имел в виду, сэр Я хотел сказать, что, пожалуй, мы работаем над чем-то, что на два порядка превышает наши возможности Отрицательные стороны О, нет Райт Это лучшее финансирование в нашей истории Если мы хорошо поработаем, мы подпишем соглашение с агентом из управления связи на следующие 10 лет Это значит, что работы хватит и тебе, и всем остальным в ГИУ Как Брайан и Билл справлялись это время? Ты имеешь в виду в твою отсутствие? О, просто великолепно Мы почти забыли, что ты когда-то был... Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Это правда? Эй, я просто шучу, Райт Это шутка Ты же знаешь Билла с Брайаном? Едва ты успел выйти, они уже начали лаяться Они хорошо работают Каждый над своим проектом Но в команде они могут существовать только если рядом ты Мистер Гринберг, есть еще одна проблема Что касается моей работы Мне немного неудобно поднимать этот вопрос снова Только не надо просить у меня повышение зарплаты Райт, не надо этого делать Нет-нет, просто я хотел бы отдохнуть еще несколько дней Два выходных дня? Ты же только что вернулся из отпуска Кроме того, ты не можешь опять уехать Ты только что приехал Ладно Окей, я понял Тебе нужно немного времени для себя, так? Можно сказать и так Я понимаю Но я не думаю, что это будет для тебя хорошо в перспективе Тебе нужна твоя работа, твои коллеги, чтобы чувствовать себя занятым А размышления и бездействия только навредят тебе Я не первый раз слышу это, сэр Спасибо вам за участие Но все же это возможно? Я думаю, Билл и Брайан справятся без меня еще несколько деньков Хм... Ну ладно Иди отдохни еще немного Постарайся вернуть свою жизнь в привычное русло Разберись с квартирой Когда мы снова тебя увидим В следующую пятницу? Послушай, давай-ка лучше в четверг А пропущенные дни будут зачтены как отпуск за свой счет Это время отработает в следующем месяце, хорошо? Это отлично Спасибо, мистер Гринберг Ну? Так чего ты ждешь? Беги бегом отсюда! Можно мне поинтересоваться, чем ты собираешься заняться? Хорошо Я немного обустроюсь Проделаю необходимую бумажную работу Куплю немного мебели И все в этом роде А как же вещи, что ты забрал со своей старой квартиры? Я все выбросил Ты в своем уме? Зачем? Ты и правду все выбросил? Да, мне показалось, это будет правильно Я... я не хотел, чтобы память меня преследовала Понял Весьма недешевый способ избавляться от воспоминаний Бывают ситуации, когда деньги не так много значат Могу я вам задать личный вопрос? Да, конечно Что такое? Как поживают Фиона и дети? Все в порядке? Отлично Просто великолепно Фиона сейчас в отпуске Сначала она хотела составить компанию жене Уолтера Которая достала бесплатный билет на Лунар-5 Но ей не удалось Мистер Уинтер находится на Лунар-5? Нет Он в Пекине в связи с переговорами с United Bank Trust Там только его жена Елена А Джейсон? Джейсон проявил недюжинные способности в математике Он отлично справляется в школе Получает только пятерки Твоя идея с репетитором отлично сработала Этот молодой учитель, которого ты рекомендовал Как его зовут? Что? А учитель? Его зовут Эшкрофт Питер Эшкрофт Эшкрофт, точно Он просто изумителен Хотя я полагал, что цена за один урок слегка завышена Я должен признать, что он ее полностью отработал Да Ты знаешь, я и сам не всегда успевал по математике Только когда началась финансовая математика У меня обнаружился интерес к числам Налоги, процентные ставки То, что действительно нужно в жизни Верно? Ха-ха-ха-ха-ха Точно. Райт, ты хоть слушаешь, что я говорю? Что? Да, конечно. Конечно, слушаю. Да. И что я только что сказал? Я... Простите, сэр. Я задумался. Пожалуй, ты еще не совсем восстановился. Что ж, это пройдет. У меня проблемы со сном последнее время. Я совершенно измотан. Это нормально, если вспомнить, через что ты прошел. Что я могу сделать? Может быть, вы что-нибудь посоветуете? Нашел кого спросить? Я сплю около четырех часов. Может быть, тебе нужно изучить техники расслабления или попробовать продукты, предлагаемые к Хьюбихим? Нет, это я не ем. И очень зря. Человеческое тело – просто механизм. И если ты знаешь, где кнопки и рычаги, оно работает так, как ты хочешь. А продукты Хьюбихим знают это. Принимаешь четыре капсулы, сон три, на ночь, и спишь четыре часа, как владенец. И после этого просыпаешься новым человеком. И это без будильника. Я всегда был уверен, что могу со всем справиться без помощи этих лекарств для дизайнеров. Лекарства для дизайнеров? Да что ты говоришь? Хочешь сказать, я наркоман, Райт? Конечно, нет. Я имел в виду, что я предпочитаю спать естественным сном. Почему? Что естественного в нашей работе? И что естественного в нашей жизни? Наши тела были созданы неполноценными в определенном смысле. Ну так помоги своему телу и будь уверен, дух последует за ним. Вы однажды обмолвились, что Фиона не очень хорошо себя чувствовала. О да! Но это, к счастью, давно прошло. Это касалось ее выкидыша, верно? Хм. А ты откуда знаешь? Я... Хм. Вы сами мне об этом сказали? Я? О, ну... Да, это возможно. Ну, я бы не хотел сейчас это обсуждать. У тебя, наверное, много дел, Райт. Конечно, сэр. Простите. Я не должен был вам напоминать. Просто мне показалось, что мои ощущения чем-то похожи. И я думал, что, может быть, вы посоветуете мне, как вы с Фионой тогда сумели преодолеть это. Не знаю, что тебе сказать, Райт. Мы были действительно очень расстроены. И потребовалось большое количество времени. Так что закроем тему. Иначе ты приведешь меня в плохое настроение, и у меня появятся действительно депрессивные мысли. Простите, я не хотел. У меня есть дела. Еще раз спасибо, мистер Гринберг. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.